Совсем недавно впервые в Карачаево-Черкесии прошли сертификацию 24 гида-экскурсовода-переводчика. Данный проект в нашей республике был инициирован Министерством туризма. В число тех, кто получили первые сертификаты, вошел достаточно известный фотограф в нашей республике, человек, который известен также своей общественной деятельностью, ну и, безусловно, знающий о внутреннем туризме все. И зовут его Ренат Урусов. Сегодня я предлагаю вам, дорогим телезрителям, познакомиться с ним поближе. Ну что, пойдемте знакомиться? Привет, Ренат! Привет, Марьяна! Как твои дела? Рада тебя видеть! Взаимно! Кстати, не виделись? Все взаимно! Ренат, я хочу в первую очередь поздравить тебя с тем, что ты прошел сертификацию. Это достаточно такой серьезный шаг на пути профессионального гида. Я знаю, что ты занимаешься давно туризмом и, в принципе, все знаешь о нашей республике. И сегодня я бы хотела как раз-таки познакомить наших телезрителей с тобой, чтобы они больше узнали о том, как ты, в принципе, начал свой путь в этой сфере. И, собственно, как проходила сертификация? Ты же мне в этом поможешь сегодня, да? Конечно! Конечно! Какой у нас сегодня план? Я предлагаю сегодня нам отправиться по нашему древнему ущелью, откуда вышел весь карачаевский народ. Это Кубанское ущелье. То есть меня сегодня ждет не просто разговор, но и путешествие. Да. Видите, как мне повезло. Ну что, дорогие телезрители, поедем тогда уже, да? Да, поехали. Посмотрим. Все за нами! Фотография и горы. Две страсти, сопровождающие Рената Урусова всю его сознательную жизнь. И как истинный мастер он успешно совмещает два своих любимых дела. Умение видеть красоту там, где она может быть незаметно другим – это то, что отличает его от большинства обывателей. Также и с путешествиями. Интересные приключения можно найти и не уезжая далеко от дома, считает Ренат Урусов. Путешествие – это и есть жизнь. Потому что если человек не путешествует, он не живет. Это мое личное мнение. Я могу, конечно, в этом плане отличаться. Наверняка есть у кого-то свое. Но мне еще повезло, как житель горной республики. Мы живем в очень красивом уголке, где очень разнообразная природа. И действительно, природа, она не только вдохновляет, она еще радует своими красотами. Потому что каждый сезон по-своему очень красив. Ренат, ты, наверное, в работе своей часто сталкиваешься и слышишь такие стереотипы, что путешествие – это дорого, у меня нет времени. Да, вот, наверное, у тебя такое бывает. Конечно, мы сейчас живем в 21 веке. И люди в основном все в быту, все в делах. И бывает, что нет свободного времени. Но во многом я считаю, что все равно нужно стараться себя из этой рутины как-то доставать. И даже заставлять себя выходить на улицу, даже небольшие пешие прогулки рядом с вашим домом, они уже вас немного по-другому, в какое-то правильное положительное русло развернут. И бывает, что даже 2-3 минут прогулок вам будет достаточно, чтобы запастись какой-то энергией, чтобы немножко переключиться. И вернетесь домой вы уже совершенно другим человеком. Ну вот как сейчас, да, мы с тобой, в принципе, недалеко от Карачаевска так отъехали. Вот что это за место, расскажи немного, да. И много ли энергии, времени и сил понадобится, чтобы сюда добраться, человеку обычно? Я уверен, что у каждого человека есть небольшой какой-то район, куда он может выйти. Это может быть даже ваш парк. Тем более у нас республика – это горная республика, здесь горы вокруг. Можно выехать на час, на два, на три. Особенность Карачаевска, кстати. Особенно из Карачаевска, тем более мы вот сейчас с вами находимся рядом с проезжей частью. То есть особо даже куда-то идти в горы не придется, потому что красота вокруг нас. И мы сейчас находимся рядом с мостиком через реку Кубань. Здесь у нас аул Новый Карачай и поселок Аджиникидзовский. Простое место, казалось бы, ничем не примечательно, но из-за того, что люди в основном занимаются бытовой своей жизнью, они просто не замечают даже вот таких приятных каких-то моментов, которые их окружают. Тем более сейчас у нас осень, просто множество различных красок, буря, я бы даже сказал, красок разных. И сейчас самое время, чтобы посещать горы. И я надеюсь, что люди воспользуются данной возможностью. Потому что лично для себя я всегда подчеркиваю то, что если есть возможность, если мы живем в таком уголке прекрасном, в Карачаево-Черкесии, то мы просто теряем, очень много теряем, сидя дома, никуда не выходя. Поэтому я и сам себя настраиваю на то, что вот сейчас я дома, у меня есть свободное время, нужно для себя что-то новое открыть. Профессия гида для Рената больше призвания, чем работа. Благодаря ей ему не просто удается показывать красоты родного края, но и просвещать людей. Не зря же он в конце концов учился на географа. Есть определенные локации, которые люди ошибочно полагают, что они находятся вообще даже в другом регионе. И вот как раз мы с тобой сейчас находимся на правом берегу реки Кубань. И когда мы здесь проезжаем, я всегда спрашиваю ребят, друзья, как вы думаете, что это за река? Когда они догадываются, что это Кубань, я говорю, а как вы думаете, где берет река Кубань свое начало? И многие сразу на автомате просто отвечают, что это в Краснодарском крае. Потому что много отсылок, это кубанские казаки, и даже мы там видим трафареты, где написано «Кубанский край». И действительно, даже сам одно время так думал, еще когда был ребенком. Но в течение времени, вот когда начал получать полезные знания, я сам по специальности географ, то к своему, как говорится, стыду тоже в один момент узнал, что река Кубань на самом деле берет свое начало здесь у нас, в Карачаево-Черкесии. Это один из притоков Эльбруса, который вытекает у нас на наше древнее ущелье Учкулан, образует Кубанскую долину как раз. И самое интересное, это, конечно, еще момент, куда впадает река Кубань, потому что опять-таки шаблонное мышление включается. Это Черное море, обычно говорят. Да, ну на самом деле, на самом деле река Кубань впадает в Азовское море, а вот Азовское море имеет соединение с Черным морем. Поэтому если прям... То есть в какой-то степени, да? Локации, они имеют тюркоязычную основу, то есть это тюркоязычные названия, вот как раз Кубань-река, она тоже имеет в основе именно тюркизм. Потому что Кубань — это производное от слова Кубан, а Кубан в переводе — это горная река. Оказывается, да? Да, и когда гостям, туристам я рассказываю, они, конечно, все в недоумении, даже в таком шоке пребывают, потому что они всю жизнь до этого, пока к нам не приехали, они думали, что Кубань – это только с Краснодарским краем связано. Мы, конечно, уважаем наших гостей, тоже их по-своему рекламируем, любим, но вот этот факт, конечно, мы всегда подчеркиваем. По мнению Рината, путешествие дает возможность не только расширить свой кругозор и узнать что-то новое об окружающем тебя мире, но и помогает во многом преодолеть некоторые внутренние барьеры. Ведь отправляясь в новое приключение, ты в какой-то степени покидаешь определенную зону комфорта и вынужден заставлять себя делать то, о чем раньше не мог даже думать. В путешествии человек для себя открывает даже некоторые страхи и в то же время он с ними борется. Самый распространенный страх, особенно вот в горной местности, это страх высоты. Он обусловлен, конечно, тем, что мы сразу включаемся, инстинкт самосохранения, но бывает так, что человек как раз преодолевает определенные трудности и открывает себе новые возможности. И путешествие как раз – это, можно сказать, новая дверь в новую жизнь для любого человека. И страхи, которые у человека есть, со временем они уходят, потому что когда человек открывает для себя новую территорию, он боится сделать какой-то первый шаг. Какие-то ощущения страха, которые его останавливают, это все, конечно же, дает о себе знать. Но путешествия открывают для человека новые возможности. Где-то со временем человек теряет страх, ну, в пределах разумного, конечно же, потому что страх – это хорошее чувство, на самом деле оно полезное, бесстрашие не всегда приводит к хорошим результатам. Поэтому человек находит золотую середину для себя, то есть он понимает, что есть то, что он может преодолеть, но в то же время есть определенные границы, за которые лучше не выходить. Со временем каждый человек выстраивает свои собственные границы. Со своими страхами Ренат заставляет бороться не только своих туристов, но и самого себя. Ведь когда-то ему трудно было представить себя в роли топового фотографа республики или востребованного гида-экскурсовода. Но несмотря на все преграды и сомнения, он стал именно таким профессионалом. Я понимаю, что ступая на новую дорогу, на новый путь в плане туризма, я все равно буду в течение своей жизни приобретать знания. И это жизненный процесс. Это не так, чтобы человек взял, открыл книгу, что-то прочитал, и этого достаточно. В течение жизни мы пополняем свой багаж знаний, и, конечно же, я стараюсь пополнять именно те знания, которые будут и интересны, но и полезны в то же время. Потому что, раскрывая наш регион для наших гостей, для туристов, мне хочется показать больше, чем просто природу. Хочется показать именно внутреннюю жизнь нашего региона и историю нашего региона, конечно же. И эта информация для меня, мне кажется, она бесконечна. Мы будем всю жизнь только совершенствоваться в этом направлении. Действительно, способность сохранять видение прекрасного, даже, казалось бы, в обыденности, поистине черта не просто профессионала, но и духовно богатого человека. Так Ренат Урусов способен видеть красоту в уже до боли знакомых уголках любимой республики. Когда я выхожу специально на съемку, чтобы что-то пофотографировать, я замечаю, что даже обыденные те сюжеты, которые я вижу уже на протяжении многих лет, вот все равно каждый раз, когда я выбираюсь на ту или иную локацию, она раскрывается все равно вот с новой стороны. Сначала я это фиксирую как раз через объектив, подмечаю какие-то моменты, настроение, атмосферу, что немаловажно. Ну и, конечно, работая гидом, я это все стараюсь передать через себя, рассказать туристам свои ощущения, когда я попадаю на ту или иную локацию. И у меня нет такого, что мне это наскучило как-то. Не знаю. И это одна из самых первых причин, почему я живу, остаюсь работать и жить именно здесь, у нас в Карачаево-Черкесии, потому что каждый раз я для себя открываю что-то новое. Вот и в этот раз ему удалось заставить меня, видевшую Шаанинский храм далеко не один раз, взглянуть на него буквально под другим углом. Живописную панораму храма дополняли просто невероятные краски горной осени, в которых можно было найти все мыслимые и немыслимые оттенки желтого. Само место имеет историческое значение. Это один из таких, можно сказать, последних следов византийской эпохи. Как раз храм датируется X-XI веком. И сама гора имеет очень интересное название – Шуана. Есть другие произношения – Чуууна, например. Но значение очень интересное – это Священная гора. Именно так она переводится на русский язык. И мне нравится сюда взбираться, потому что отсюда открывается потрясающий вид – 360 градусов. Очень красивая панорама на город Карачаевск, на окрестности города Карачаевска. Ну и с другой стороны вы видите очень красивый пейзаж лесной, скалы, которые тоже представляют свой интерес. Ну и, конечно же, время года. Сейчас это осень, все в золоте. Золотая осень, да. Просто буря эмоций, столько красок, все яркие, по-своему интересные. Не знаю, мне очень нравится. И на рассвет сюда можно попасть очень красиво. И, конечно же, это закат. Ну, даже в обычное время такое дневное. Люблю посидеть, просто вот со своими мыслями здесь побыть. Участник и победитель международных, всероссийских и региональных выставок. Четырехкратный победитель всероссийского конкурса «Кавказ.Док» и проекта «Северный Кавказ. Синтез мира. Синтез искусств». Лучший фотограф года по итогам опроса известного интернет-портала Республики за 2019 год. Руководитель фотошколы, востребованный гид и просто приятный, хороший человек. Личность, знающая родную республику от и до, и при этом открывающая ее каждый раз с новой стороны. Он всегда развивается и стремится совершенствоваться в выбранной профессии. Именно поэтому он и решил в числе первых пройти профессиональную аккредитацию, инициированную Крачаево-Черкесским министерством туризма. Ренат, ты вошел в число 24-х человек, которые впервые прошли в нашей республике вот такую специальную аттестацию, которая была инициирована министерством туризма нашего региона. Скажи, пожалуйста, как проходило у вас вот это вот все обучение, я не знаю, было ли оно, и вообще сама аттестация, и для тебя, как для уже опытного на самом-то деле экскурсовода, насколько это было трудно или нетрудно? И вообще, нужно ли это на твой взгляд? Ну, я считаю, что это нужно, это даже необходимо, потому что с развитием туризма, инфраструктуры есть люди, которые качественно, добросовестно выполняют свою работу, но есть и такие, которые на каких-то моментах делают определенного рода упущение. И чтобы наш сервис в сфере туризма рос, был качественен, мы, конечно же, должны прилагать к этому непосредственные усилия, работать прежде всего над собой, над своим уровнем, своей квалификацией, знаниями. И, конечно же, в этом есть очень большая необходимость, если мы хотим развиваться именно как туристическая республика, как туристический кластер. Вот, это первое. Второе, то, что проводился... Вообще, по самой аттестации, она проводилась в двух этапах таких. Первый этап, это вот, помните, как в школе мы по билетам отвечали на определенные вопросы. Был перечень вопросов, около 85 вопросов было всего. Кто составлял эти вопросы вообще? Составляли в основном Министерство нашего туризма. А, сами, да? Наши, которые изначально еще с советских времен занимались в сфере туризма. И вот мы как раз отвечали по билетам, это первый такой этап. Второй этап, мы должны были провести импровизированную экскурсию. То есть мы вот так вот, как с тобой садились за стол, и просто я рассказывал, как обычно я провожу маршрут по той или иной локации. А если помнишь, какая тебе локация досталась? Мне локация досталась, мой любимый Дамбай. Да, и меня спросили, с чего я начинаю свой тур. Всегда все туры начинаются у нас с того, что мы встречаем наших гостей в аэропорту. В основном это минеральные воды у нас поблизости в Ставропольском крае. И оттуда трансфером мы начинаем уже двигаться по маршруту. Маршруты бывают разные. Есть трекинговые маршруты, где мы сразу отправляемся на локацию и уходим в горы. Берем с собой трекинговые палки. То есть этот вид маршрута, он для более активных людей. Есть более такие простые, лайтовые. Это мы передвигаемся на микроавтобусе, останавливаемся около разных локаций, которые находятся у нас в принципе практически нам даже куда-то сворачивать не нужно. Мы просто выбираем ущелье, либо это Тибердинское ущелье, там множество разных локаций, начиная с самого Карачаевска. Потому что вплоть до Домбая мы делаем несколько остановок. И дальше уже заселяемся в гостиницу, потом поднимаемся на нашей знаменитой канатной дороге, и люди видят все красоты Домбая. Если мы едем в Архыз, соответственно, заезжаем в Архыз. Система такая же, да, примерно опасная по дороге. Винат, ну вот насколько я знаю, ты сертифицированный гид не только в Карачаево-Черкесии, да, получается, по Северному Кавказу или в каких-то отдельных регионах еще кто-то? Да, это действительно так. И отдельно хочу поблагодарить Алибека Хубиева, с которым я общался на эту тему. И действительно есть такая возможность. Каждый человек, который хочет пройти аттестацию, он может пройти аттестацию в своем домашнем регионе, в нашем случае, в Карачаево-Черкесии. Но есть также возможность записаться в группу и пройти аттестацию в другом регионе. Я выбрал два наших ближайших соседа. Это Ставропольский край и Кабардино-Балкарская республика. Вот, конечно, переживал, нервничал, думал, вот как-то более основательно думал, подготовлюсь. Но, слава богу. Знаний хватило, да? Да, хватило и знаний. И очень хорошо, приятно пообщались мы с представителями министерства и Кабардино-Балкарии из Ставропольского края. Поэтому в трех республиках... Ты можешь, в общем-то, предоставить, скажем так, свой сертификат, да? Ты не первый год уже занят туристической сферой. На твой взгляд, вот наши, скажем так, определенные достижения республики за последние вот 3-5 лет, на твой взгляд, самые явные, яркие, которые отмечают не только экскурсоводы, гиды, но и приезжие, может быть, отдыхающие. Во-первых, это предоставление возможности, в принципе, развивать туризм. Есть у нас вот молодые организации, туристические фирмы. Есть очень хорошие сейчас, есть проекты, которые реализуются. Вот у нас, ты знаешь, популярны стали фермы Альпак, например, да? Это новое, действительно, новшество для нашего региона. Место притяжения для туристов. Место притяжения. Появились различного рода туристические базы, более современные. Появился у нас глэмпинг, тоже одно из таких направлений. То есть появляются новые площадки, сервисы более высокого уровня. И люди, конечно же, это видят, замечают. Ну и, конечно же, с удовольствием посещают. Что ж, дорогие телезрители, сегодня мы с вами поближе познакомились с одним из сертифицированных гидов Карачаева-Черкесской Республики и просто хорошим человеком Ренатом Луусовым. Вместе с ним мы побывали в уже знакомых локациях и увидели их в новом свете. Но больше всего лично мне запомнилась та философия, которую пытается Ренат донести до окружающих людей. Если вы хотите сделать мир вокруг себя лучше, стоит начать с себя. Я думаю, этот совет будет полезен каждому из нас. С вами была Мадина Лайпанова. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова